В Калмаге прошел региональный форум педагогов «Молодой учитель будущего», посвященный десятилетию Республиканского клуба молодых педагогов постижения. В нем в режиме видеоконференц-связи приняли участие около 100 молодых педагогов из разных районов республики. В начале встречи исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Эрни Баринов наградил отличившихся педагогов почетными грамотами и благодарностями Министерства за вклад в развитие системы наставничества и поддержки молодых учителей. О таковых сейчас в системе образования трудится 278 человек. В основном это выпускники Калмыцкого госуниверситета и педагогического колледжа. Для участников форума состоялись открытые онлайн-уроки, мастер-классы и дискуссии. Собравшиеся обсудили вопросы профессионального роста, развития творческого потенциала и работы в условиях современного мира. А по завершении мероприятия активу предстояло выбрать нового лидера движения. Мы должны, наверное, суметь ответить на вопрос, который поставил Джон Дьюи. Если мы будем преподавать сегодня, как учили вчера, то мы ограбим детей завтра. И мы это должны с вами помнить и работать на завтра. Действительно, образование всего мира и России находится сейчас на очень таком ответственном этапе. Дело в том, что пандемия показала, что традиционное образование уже не повторится в таком виде, в таком оно было до него. Традиционное образование трансформируется и трансформируется в сторону опоры применения все-таки цифровых технологий. Ровно 10 лет назад у истоков открытия клуба для молодых учителей стояли ректор РИПКРО Лидия Мунчинова и заведующий сектором контроля качества образования Арсан Эрниев. Именно они и объединили делающих первые шаги в профессии в единое сообщество. Место, где молодые педагоги могли бы получить поддержку и пройти первый сложный этап становления. Та задача, которая была поставлена перед нами за десятилетия, оглядываясь назад, можно сказать, что выполнена на сто процентов. И это нас радует, потому что фактически 10 лет это большой срок. И за это время таких мощных, огромных, будем так говорить, вызовов, которые были перед системой образования, мы на все их ответили. И фактически сейчас в системе образования у нас сохраняется преемственность, тенденция, потому что молодые учителя приходят работать в школу, потому что им сейчас выплачивается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, бесплатные земельные участки, чего не было до 2010 года. Вот эта система, она позволила нам обновить состав. Это самая главная задача. Ну а, соответственно, система наставничества, которая сейчас у нас сформирована, она тоже дает свои результаты. То есть молодые педагоги не остаются наедине со своими проблемами. У них есть закрепленный наставник, который учит его, как вести уроки, как работать с детьми, как взаимодействовать с родителями. Это, честно сказать, очень сложно.